Сложить числа, как это делали в древнем Египте. Во-первых, если одна палочка, то ее пишут одна палочка, две палочки, две палочки рядом. Если три нам нужно отметить, мы можем отметить как три рядом стоящие и рядом стоящие в ряде. Четыре можно сделать два под двумя или три рядом палочки. То есть в данном случае эта система не позиционная. Главное, чтобы весь материал, который мы с вами считаем, был в наличии. Итак, первый пример. Разумеется, у них не было знаков плюсов, минусов, множек и все. Поэтому числа, которые брали для счета, они отмечали галочками. То есть я показываю, что я беру две единицы и я беру пять единиц. Подчеркиваю и внизу пишу, что у меня получается. Семь. Дальше беру для счета два числа. Первое число 4, 4, 8 и еще два, две палочки. Получается 10 палочек. Как вы помните, в Древнем Египте 10 обозначалось подковкой. 10 палочек я меняю на одну подковку. Следующий пример. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы помните? 10 я меняю на одну подковку. Но у меня еще здесь одна палочка. Ее тоже пишу. Получается одна палочка, одна подковка. Хорошо. Следующая. Мне нужно сложить вот эти два числа. Отдельно складываю палочки. Здесь две и здесь три. Всего пять палочек. Подковка не набегает. Поэтому я так и пишу пять палочек. И здесь еще две подковки. Балку написать рядом могу друг по другу. Значит, правильный ответ. Пять палочек, две подковки. Хорошо. Перейдем к более сложным предметам. Более сложным числам. Итак, мне нужно сложить шесть подковок. И второе число. Две палочки. Четыре подковки. Ну, как вы догадали, палочек у нас мало. Две, они остаются двумя палочками. А вот подковок четыре и шесть набегает десять подковок. Десять подковок я меняю на одну веревочку. Вот на такой символ веревочек. Соответственно, десять подковок. Следующий пример. Складываем пять палочек, четыре подковки. Шесть палочек, шесть подковок. Сначала начинаем с палочек. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Девять, десять. Десять палочек насчитала. Меняю на подковку. И еще одну палочку оставляю. Считаю подковки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять подковок меняю на веревочку. Получается в результате одна палочка, одна подковка, одна веревочка. Иногда было так, что записано несколько чисел в столбик, но нужно складывать не все величины. Тогда напротив тех чисел, которые мы берем для сложения, надо будет проставить галочки. Например, мы возьмем восемь палочек и сложим, второе число нам не надо, с четырьмя палочками и тремя подковками. Может, что зачеркнуть тогда? Нет. Как говорится, папирус может порвать, зачеркнуть. Итак, здесь у нас восемь палочек, да здесь две. Меняем на подковку. Остается две палочки. Здесь подковок нет, здесь три подковки. Соответственно, их выписываем. Все, мы сложили числа в этом столбике. Но здесь можно взять первое число. Можно все три взять, тогда галочки нет. Можно поставить только два числа. Опять рассчитываем. Восемь палочек, да две палочки. Это десять. Меняем на подковку. И остается еще одна подковка. Ее тоже переписываем в наш результат. Получается две подковки. Результат сложения. Продолжение следует...